Послание Отца Абсолюта 24 апреля 2021 года Протезирование Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня мы рассмотрим еще один пример чужеродного вмешательства в человеческое тело. Ваше чудо-медицина достигло сейчас таких высот, что научилось заменять отслужившие свой век или травмированные части тела металлическими конструкциями. Операции на позвоночник и по замене суставов рук и ног уже стали вполне привычными. В результате таких операций человек действительно сбавляется от мучивших его до этого болей и начинает жить полноценной жизнью. А что же происходит в результате подобных операций на тонком плане? Давайте рассмотрим это на примере позвоночника, как энергетического стержня тела человека. Как вы знаете, каждый из позвонков отвечает за определенную область вашего тела, и поэтому смещение либо повреждение какого-либо из них провоцирует, в свою очередь, нарушение связанной с ним части тела. Чаще всего это боли или анемения в результате ущемления нервных окончаний. Современные хирурги, привыкшие решать все проблемы кардинальным образом, разработали многочисленные методики по механическому возврату позвонков на место. Не все они оказались успешными, но люди, измученные постоянной болью, решаются на подобные операции все чаще. Итак, предположим, что у человека просел позвоночник, то есть позвонки почти соприкасаются друг с другом, поскольку прослойка с межпозвоночной жидкостью между ними тончилась уже до предела. И вот во время операции в позвонки вкручиваются металлические штифты, а между позвонками иногда вставляются пластины. Вся эта конструкция предназначена для того, чтобы поставить эти позвонки на место, тем самым высвобождая нервные окончания в том месте, где человек испытывал боль. Предположим, что операция прошла успешно и все счастливы. Врач, потому что он облегчил страдания своего пациента, и сам пациент, который избавился, наконец, от мучившей его боли. Но, к сожалению, ни тот, ни другой даже не задумались о последствиях такой операции на энергетическом плане. На самом деле все это вовсе не безобидно. И вот почему. Энергетический канал позвоночника – это не просто стержень физического тела человека, но одновременно и чакровая ось, на которую нанизаны его тонкие тела. Поэтому любое препятствие, вызывающее прерывание энергетического потока в этом канале, чревато нарушением работы тонких органов чувств человека. И в зависимости от того, в районе какой чакры произошло такое вмешательство, будет развиваться соответствующая ей дисфункция, которая появится сначала на тонком плане, а затем начнет спускаться на план физический. Так, например, операция в районе нижних позвонков, связанных с первой и второй чакрами человека, может спровоцировать заболевания мочеполовой системы, а также репродуктивных органов. А если энергетический канал позвоночника прерван, например, на уровне сердечной чакры, то вполне возможно у человека в недалеком будущем возникнут проблемы с кровеносной системой. Так, не учитывая энергетическую составляющую тела человека и не рассматривая его организм как единое целое, врачи чисто механически вмешиваются в сложнейшую тонкоматериальную божественную структуру, коей является тело человека, вместилище его души. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерно, Отец-Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождения. Продолжение следует... Продолжение следует...